Вадим Иванович, я рад вас приветствовать в нашей студии. 22 ноября будет ровно год, как вы возглавляете управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области. Из Ростовской области вы приехали к нам, как вы сами выразились, с боевым настроем. Что удалось за эти 9,5 месяцев и каковы теперь основные приоритеты в работе в управлении? С первых шагов своей работы в Кировском управлении я особое внимание уделил выявлению преступлений организованных форм наркопреступности. Потому как наркотики это те вещества противозаконные, которые не распространяются, преступления вместе с ними не совершаются в одиночку. То есть есть наркотик, соответственно есть определенная группа лиц, которые этим занимаются. Как-то он сюда попадает, значит какой-то существует сговор между людьми, как-то он распространяется. То есть человек не может сам вырастить, не может сам сюда привезти его, не может сам распространять. То есть именно отслеживание вот этой цепочки, которая вовлечена в этот незаконный оборот наркотиков, являлась приоритетой в работе вот в это время, я думаю, и в дальнейшем будет являться в моей работе, в работе в целом управлении. Нам удалось удержать наркоситуацию в Кировской области под контролем. То есть стабильно мы выявляем лиц, которые совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, расследуем уголовные дела в отношении них, и эти лица несут, скажем так, заслуженное наказание. Четыре года лишения свободы с отбыванием в колоде и строгого режима получил житель Кирова-Чепецка за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Вот, Владимир Владимирович, как Вы думаете, вот люди, которые занимаются подобными преступлениями, либо они страшат наказание, либо они просто не подозревают, что оно может быть столь суровым? Наркоманы – это больные люди, они практически уже без этого жить не могут, потому они, зная, что за это будут определенные последствия, в том числе уголовные, уголовные наказания будут, все равно идут на это. Вадим Анатольевич Коновалов родился в 1971 году в Харьковской области. Окончил Владикавказское высшее военное командное краснознаменное училище имени Кирова МВД России. В 1993-2003 годах проходил службу в органах внутренних дел в подразделениях уголовного розыска по борьбе с экономическими преступлениями с незаконным оборотом наркотиков. Затем работал в органах наркоконтроля Ростовской области. В 2009 году был назначен заместителем начальника управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области, а в ноябре 2011 года начальником управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Кировской области. Награжден ведомственными наградами. Женат. Воспитывает дочь. В этом году с 1 июня в России законодательно введен рецептурный отпуск препаратов, содержащих кодеин. Такая мера была связана с изготовлением с его помощью наркотика дезаморфина. Федеральная служба наркоконтроля, начиная с 2005 года, говорила о необходимости введения рецептурного отпуска кодеиносодержащих лекарственных препаратов. В связи с тем, что в основном эти препараты попадали действительно не больным людям, которые в них нуждались, а людям, которые из этих кодеиносодержащих препаратов изготавливали такое наркотическое средство, как дезаморфин. Из-за чего оно такое получило популярность и распространенность? Из-за того, что на самом деле в ценовом выражении это не так дорого стоило, нехитрые ингредиенты и небольшие манипуляции, и получался наркотик такой, как дезаморфин. Вот уже, собственно, три месяца законопослушные граждане либо получают рецепт и, соответственно, препарат, содержащий кодеин, либо берут препараты, заменяющие подобные лекарства. А вот ваши службы все продолжают выявлять дезаморфинованные притоны. Вот где же сейчас кодеин берут? На территории Кировской области следующая картина. У нас продажи кодеинасодержащих препаратов сократились в шесть раз. Это вот мы проводим постоянно мониторинг. Не только мы, а Министерство здравоохранения, прокуратура действительно уменьшились. Ну, вот само выявление в количественном выражении наркопритонов, оно, ну, скажем так, осталось на том же уровне. Это можно объяснить тем, что лица, которые употребляют наркотики, вот именно, которые изготовляют эскадрино-содержащих препаратов, они, ну, скажем так, сделали определенный запас. Это первая причина. И вторая причина, почему у нас незначительно снижается количество наркопритонов, это в связи с тем, что сейчас теплое время года. У нас растительная база также присутствует на территории Кировской области. Это вот макорастение, которое содержит наркотик. И большинство из этих наркопритонов, которым мы являем, является уже не там, где распространяются кодеинно-содержащие препараты и впоследствии наркотики из них, а именно вот из маковой соломы. С вашего сайта, вот буквально свежая информация. 30 августа кировские наркополицейские в рамках операции МАК-2012 обнаружили растение мака на нескольких приусадебных участках. Обнаруженный мак сожгли. А вот к макопроизводителям какие-то меры приняты? Это ежегодная операция. Она под эгидой Федеральной службы наркоконтроля проводится. Она называется операция МАК. В этой операции участвуют не только сотрудники органов наркоконтроля, но и сотрудники органов внутренних дел, таможни, Федеральной службы безопасности, Росельхознадзоры. Операция проводится в два этапа. Первый этап это с 28 мая по 25 июля. Он уже закончился. Вот в первом этапе наши общие усилия были нацелены на выявление и уничтожение очагов дикоросучих наркотикосодержащих растений. А в данный момент идет второй этап этой операции. Он основными задачами второй этапа является перекрытие внутрирегиональных, межрегиональных каналов, незаконной транспортировки наркотических средств именно растительного происхождения. Ваш сотрудник выписал соответствующее предписание, указал срок уничтожения. Не уничтожили. Что дальше? Человек подбирает административную ответственность. К тому же штрафные санкции. Если в их действиях нет умысла, что они действительно хотели именно выращивать целенаправленно, потому что если они целенаправленно выращивают, культивируют, это уже совершенно другая уголовная казума деяния. Вот по сфотке с вашего сайта, только за одну неделю в августе сотрудниками управления, вашего управления, изъято более 6 килограмм наркотических средств. А вот каковы масштабы этого бедствия в целом по Кировской области? Что чаще всего распространяется, а что транзитом пытаются перевести? Я вот знаю, в Ростольской области, например, это в основном гашиш, героин, кокаин. А у нас? В Ростольской области свыше тонны каждый год изымается. И понятно в таком массиве, это вот ввиду того, что там благоприятные климатические условия, там действительно тоже наркотикорастительное происхождение. Это и та же марихуана, и та же маковая солома. У нас вот на сегодняшний день изъято порядка более 120 килограммов наркотиков. Большую часть этих наркотиков составляют наркотики именно растительного местного происхождения. В большей степени, более 60 килограммов, это маковая солома. В районе 50 килограммов это марихуана, наркотики синтетического происхождения и другие наркотики. Наркотики синтетического происхождения. Ведь это преимущественно касается молодежи. К сожалению, да. Молодежи касается. Наиболее распространение синтетика нас получило именно в областном центре. Ну вот, если в целом охарактеризовать ситуацию по синтетическим наркотикам, вот начиная с января 2010 года перечень наркотических средств пополнился более 31 видом различных веществ, которые взимались в основном при пересечении от уличного сбыта на территорию области. Ну а также в ходе других мероприятий, которые мы проводим. За 8 месяцев 2012 года произвело 124 изъятия синтетических наркотиков. Причем, что характерно, 4 вида из этих вот изъятий являются новыми психоактивными веществами. То есть, которые не внесены в списки запрещенных и являются легальными. То есть, рынок, наркорынок, он подстраивается под ту ситуацию, когда законодательно мы вводим по инициативе Федеральной службы наркотиков, по инициативе других правоохранительных органов выявляем наркотик, который легальный, вносим ее в списки, как нелегальный. А те лица, которые серьезно занимаются распространением наркотиков, они работают же на упражнение, у них уже готовы как бы другие. И нам приходится их догонять в этом плане. Буквально еще года полтора-два назад очень много говорили о курительных смесях, а сейчас как обстоят дела? Проблема является тоже очень серьезной курительной смеси. Каким образом Ваша служба взаимодействует с другими правоохранительными структурами? На поле борьбы с незаконным распространением наркотиков, естественно, является работой не только наша служба. Это и подразделение Министерства внутренних дел, подразделения органов Федеральной службы безопасности, таможня, Федеральной службы исполнения наказания. Наше взаимодействие как в целом Федеральная служба, так и наше управление с другими правоохранительными органами в сфере незаконной оборудования наркотиков осуществляется в рамках действующих соглашений федерального и регионального уровней. Мы проводим совещания, совместные оперативно-профилактические мероприятия, создаем межведомственные рабочие, следственно-оперативные группы, в информационном плане также обмениваемся информацией. Есть понимание в руководителе федеральных органов здесь на местах, в Кировской области, что одними усилиями отдельно взятой полиции, МВД, либо полиции наркоконтроля, либо ФСБ эту проблему не решить. Эту проблематику мы обсуждаем и на совещаниях, которые проводятся при губернаторе области и, естественно, дает данное взаимодействие свои результаты. Вот хотелось бы особо остановиться на взаимодействии с управлением Федеральной службы исполнения наказания. Мы очень тесно с ними взаимодействуем. Потенциал дальнейшего развития этого взаимодействия также огромен. Ни для кого не секрет, что на территории нашего региона находится значительное количество учреждений исполнения наказания. В этих учреждениях отбывают наказание лица, совершившие преступление, в том числе и сфере незаконного оборота наркотиков. Ведь там тоже есть факты изъятия. Так точно, да. По статистике, где-то четвертая часть осужденных, которая находится в целом по системе исполнения наказания по России, в том числе и по Кировской области, четверть, отбывают наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Некоторым приходят в виде передачи, в виде посылок наркотикам. Мы это отслеживаем совместно с Федеральной службой исполнения наказания. В общем, пресекаете попытки проникновения наркотиков на территорию зоны. Какова эффективность проводимых вами профилактических мероприятий? Профилактические мероприятия, которые проводятся нашими сотрудниками, в первую очередь направлены на то, чтобы не допустить вовлечения населения в незаконное потребление наркотиков, на формирование у жителей Кировской области здорового образа жизни. В этом направлении мы работаем с разными категориями нашего населения. Это и учащиеся средних школ, и студенты высших учебных заведений, родители, другие специалисты, которые занимаются детьми. Особое внимание уделяется организации проведения профилактических мероприятий с группами риска. А именно среди подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Также осужденных за наркопреступление. К сожалению, у нас есть категория такая несовершеннолетних, которая уже осуждена за наркопреступление. Ну вот формы, которыми мы пользуемся, довольно-таки различные. Это и акции, и классные часы, и конкурсы, фестивали, спортивные мероприятия, семинары. Целое подразделение у нас в управлении этим занимается. Оно немногочисленное, но те мероприятия, которые она проводит, они действительно важны. И я думаю, ни одного ребенка, они, возможно, своими действиями вытянули или не допустили вовлечения в эту пагубную среду. В вашем обращении, размещенном на сайте, вы концентрируете внимание, что в России ежегодно от наркотиков погибает около ста тысяч россиян, что в Кировской области официально зарегистрировано более тысячи наркоманов. И призываете кировчан стать союзниками в борьбе с этим злом. Люди, передавшие любую информацию, могут спасти не одну человеческую жизнь. Вы только что об этом говорили. А как это можно сделать? На нашем сайте имеется телефон доверия, который работает в круглосуточном режиме. Люди звонят на этот телефон доверия. По результатам, по каждому обращению на телефон доверия мы проводим проверку. Это безусловно. В результате этих проверок у нас есть реально выявлены и наркоточки, и наркопритоны. Я считаю, что вот такой прямой контакт между населением и нашей службой, он очень полезен. Насколько я знаю, что гражданин может и указать, от кого эта информация идет, а может сообщить вам анонимно. Ну, как правило, к нам поступает анонимное сообщение, но это не значит, что если оно анонимное, мы его не проверяем. Все сообщения, а в основном они, конечно, анонимные, мы подбираем проверки. Ну, естественно, если кто-то себя обозначил, то конфиденциальность информации вы гарантируете? Конечно, безусловно. В своем обращении кировчанам вы подчеркиваете, что молодежь в России основная цель дельцов от наркобизнеса. И, кстати, проводите опрос на сайте, нужно ли проводить анонимное тестирование учащихся на предмет потребления наркотиков? Люди охотно участвуют в этом анкетировании, но, опять же, это люди, которые, те родители, которые озабочены судьбой своих детей. Я, например, как отец озабочен судьбой своего ребенка, да, и для меня небезразлично, что из нее вырастет и по какому она пути пойдет. Ну, кстати, сказать, что вот голосование еще продолжается, но, тем не менее, из числа тех, кто уже проявил себя, почти 79% за то, что такое тестирование проводить нужно. Безусловно, наши действия будут скоординированы с органами власти на федеральном уровне, на местном уровне, с прокуратурой. Если вот будет принято такое решение, мы, естественно, будем участвовать в этом. И я думаю, если мы хотя бы вот по результатам нашей работы несколько человек спасли, это тоже положительный результат. В работе ваших сотрудников, ну, просто невозможно, наверное, не уделять большое внимание спорту. И галерею спортсменов на сайте возглавляет Олег Владимирович Хаусьянов, полковник полиции, мастер спорта по борьбе с самбо и дзюдо, президент Федерации рукопашного боя Кировской области, неоднократный победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира и среди мастеров, а в последние годы уже среди ветеранов. Очень приятно. И у вас, наверное, таких спортсменов достаточно много и в целом физической и спортивной подготовки. Вы уделяете внимание? Наша служба в целом является полицейское спецслужие. Естественно, без физической подготовки здесь не может быть никакого разговора о достижении каких-то определенных результатов. Вот вы обозначили Олега Ларимовича Хаусьяна. Он не только достойный спортсмен, он еще достойный руководитель. Это человек является гордостью. наше управление. Также, помимо него, у нас очень много спортсменов. У нас здесь направленность по видам спорта. Соответственно, привязка к нашему региону – это зимние виды спорта, лыжи. Очень сильно развито у нас в управлении рукопашный бой, футбол. Наши спортсмены являются многократными призерами различного уровня соревнований. Буквально на сегодняшний день наша сборная команда в Тольятти принимает участие в чемпионате Федеральной службы наркоконтроля по офицерскому оговору. Ваша служба в марте будущего года отметит свое десятилетие. Каковы ближайшие планы на будущее? На каждом направлении добиваться лучших результатов? Да, так точно. Первое, что удержать наркоситуацию действительно, не допустить распространения, чтобы Кировская область была тем регионом, которым она сейчас является. У нас ситуация по наркомании довольно-таки стабильна как в целом по России, так и по Проволоскому федеральному огруппу. Количество преступлений, которые выявляются на территории области всеми правоохранительными структурами, оно, если взять в плане статистики, намного меньше, чем в целом по ПФО и целым по отдельным регионам Российской Федерации. Это тоже говорит о том, что мы с коллегами трудимся. Вы так энергично говорили о спорте, что у меня нет никакого сомнения, что вы сами занимаетесь каким-нибудь из видов. Особо сейчас не получается, потому что график работы довольно-таки напряженный. У нас есть свой спортзал, где есть различные тренажеры, где есть борцовский зал. Ну вот, нет-нет, захожу. Хорошо. А еще чем увлекаетесь, кроме спорта? Я с удовольствием читаю историческую литературу, да. Мне нравится путешествовать на автомобиле вместе с семьей. Не прочь с друзьям и выехать на рыбалку. Но, опять же, чисто спортивный интерес. Не в плане промышленной охоты, промышленной рыбалки, а посидеть, пообщаться, отдохнуть. Ну, Вадим Ильич, большое спасибо за интервью. Я и вам, и всем нам желаю, чтобы было как можно меньше наркоманов, как можно больше здоровых людей, занимающихся спорта. Спасибо. Спасибо вам.